Здравствуйте! Хочу предложить вашему вниманию вот такую вот замечательную, очень тонкую, очень гибкую и очень изящную цепочку. Дело в том, что очень многие знают это плетение. Это плетение петербургская цепочка. Но я ее немножко как бы переработала и получилось вот такое вот у меня замечательное изделие. Я еще не определилась, как я ее буду носить, то ли буду я носить ее с кулоном, потому что ну очень как бы красиво она смотрится, она тоненькая. Или мне кажется еще можно сделать такое украшение, вот к этому цвету подойдет ну такое что-то белое и сделать можно вот такое вот двойное украшение. Будет в переплетении, будет очень так мне кажется неплохо смотреться. Вот. Плела я вот из такого бисера, очень красивый, вот его номер 2820, такой сиреневый с перламутром, очень красиво. Вот посмотрите, вот посмотрите, вблизи. Вот. Плетется очень просто. Ну я же говорю, что очень многие это делать умеют. Плела я на вот такой вот нитке. Нитка очень хорошая. Я плела ее вдвое, вдевала в иголку. Вот. Ну если будете плести, я вам рекомендую плести на нитке. Тогда цепочка получается вообще очень-очень такая. Ее можно завязывать на узел и делать все что угодно с ней. Вот. А я вам покажу вот на таком вот крупном бисере и на мононите. Мне будет легче ее. Мононит легче вставляется. Так. Смотрите, набираем мы первый набор. Три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Набираем семь. Опускаем вниз. И набираем еще раз семь. Почему не четырнадцать сразу, а семь и семь? Потому что, ну, чтобы было легче, потому что нам приходится иголкой возвращаться в семь бисерин. Ну, и чтобы каждый раз их не отсчитывать, вот я набираю. Семь набрала, опустила. И семь набрала здесь возле иголки они. И пока они здесь у меня возле иголки, я захожу, смотрите, с обратной стороны вот этих семи бисеринок первых. То есть от хвостика нитки захожу сюда. И у нас вот такая с вами цепочка образуется. Вот, наше первое звено. Теперь мы одеваем одну бисеринку и заходим в те семь бисерин, откуда вышла наша нитка. Вот, нитка выходит сюда. И мы в эти же семь бисерин заходим назад. Вот сюда возвращаемся. Первое звено. Можно здесь узелочек завязать. Чтобы у нас не расплеталось. Вот, теперь мы набираем еще одну бисеринку. И проходим вот в эти семь бисерин, которые мы набирали вторым разом. Ну вот, у нас получилось такое вот первое звено. Теперь, смотрите, дальше будем повторять все время одно и то же. Набираем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь набрали. Опустили их сюда вниз. Набираем еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И пока они у нас находятся здесь, мы заходим вот в эти семь бисеринок с задней стороны. Вот они. Зашли. Подтянули. Вот наше второе колечко. Смотрите, мы теперь одеваем одну бисеринку. Заходим в те семь бисерин, которые у нас выходит нитка. И в одну бисеринку от прошлого колечка. То есть проходим восемь. И здесь набираем одну и выходим вверх. И следующие набираем. Семь, три, четыре, пять, шесть, семь. И набираем еще раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Эти семь мы сразу не опускаем. А сначала мы проходим иголкой опять с обратной стороны в эти семь бисерин. Так, где тут у нас? Два. Ага, потерялась. Так, проходим. Вот так. Набираем одну бисеринку. И опускаемся вниз по тому ряду, из которого выходит нитка. Плюс еще одна бисерина. Набираем еще одну бисеринку. И проходим вот сюда вверх. И так до самого конца, до нужной вам длины. Смотрите, все очень просто, очень быстро. А так как набираем мы по семь бисерин, можно набирать, ну, как понравится. Можно пять, можно шесть, можно восемь. А так как мы набираем сразу большой участок, то цепочка плетется очень-очень быстро. Ну, вот и все, что я хотела вам рассказать. Я желаю вам приятного рукоделия, чтобы у вас все всегда получалось. На этом всего вам доброго. До свидания.